МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И поэтому именно ВТО сейчас в центре внимания всех участников этих торговых войн. Одни видят ВТО спасение, другие считают, что они действуют по правилам ВТО. Если мы посмотрим на объяснение США, на объяснение администрации Трампа, ведь Трамп не говорит, что ему безразличные правила ВТО. Он говорит, что он действует по правилам. Другой вопрос, что эти правила, как понимают администрации Трампа, понимают совершенно по-другому в других странах. Но все равно даже в этой ситуации все пытаются сделать вид, по крайней мере, что действуют в соответствии с правилами ВТО, я имею в виду США, а все остальные пытаются использовать ВТО совершенно с разных точек зрения, для того, чтобы защитить свои интересы. Поэтому это активная позиция. Это может указывать и на несовершенство формулировок во всемирной торговой организации, в ее уставе и правилах? Это правда. Я думаю, что сейчас все уже понимают, что ВТО недостаточно эффективно, и все хотят начать ее реформу. Об этом сказал президент Франции. Макрон буквально на днях, и многие министры, которые собирались в Париже, обсуждали судьбу ВТО, тоже говорили о том, что что-то нужно делать. Но пока мы имеем то, что имеем, и будем использовать те инструменты, которые есть. Означает ли это, что перспективы разрешения торговых войн будут перемещаться в судебные инстанции? Но здесь же, особенность в чем? Суды могут идти долго, а пошлины начинают действовать с 1 июня или с 1 июля, если мы говорим об ответных шагах Китая, например. И это будет наносить непоправимый ущерб экономикам. Соответственно, когда речь дойдет до разрешения судебных споров, ситуация будет уже принципиально другой. Это действительно проблема. Вот это как раз одна из проблем эффективности системы разрешения споров, над которой нам нужно работать. Но, с другой стороны, вопрос, как вы будете применять эти правила. Ведь то, что сейчас делают европейские сообщества и другие страны, и мы, мы используем правила таким образом, которые позволяют нам вводить эти меры, не дожидаясь судов. Это в соответствии с правилами. Буквально в течение следующих недель многие меры будут введены. И я думаю, что это окажет влияние на администрацию США, потому что пока они ничего не потеряли в этой торговой войне, они пока считают, что они находятся в выигрыше. Но когда реально то, чем угрожает европейское сообщество, например, остановится экспорт отдельных товаров в ЕС, я думаю, что это заставит многих людей задуматься, а правильно ли мы действуем многих людей в Вашингтоне. Соединенные Штаты как раз считают себя не выигравшей стороной, я бы уточнила. Мне кажется, что они считают себя проигравшей стороной, которая хочет взять реванш. Именно поэтому Дональд Трамп пишет в своих твиттерах, что он не может допустить проигрыша в этой торговой войне, поскольку торговый дефицит США составляет 800 миллиардов долларов, и слишком долго страны получали выгоду от такого уязвимого положения США. Но позиция ЕС сегодня тоже недостаточно понятна. Как, на Ваш взгляд, решатся ли страны Евросоюза и Брюссель на открытое противостояние США, и что поставлено на карту для европейской экономики? Во-первых, здесь в чем разница в позициях? В том, что европейские сообщества с самого начала сказали, что мы будем действовать в соответствии с правилами. И тот обмен угрозами, который произошел, он произошел с разных позиций. ЕС по-прежнему считает, что только действия в соответствии с правилами, через судебную систему ВТО, через ответные меры, разрешенные ВТО, даст нужный эффект. США считают, что у них больше возможностей для маневра. Кто здесь выиграет, сказать трудно. Я думаю, что США проиграет в любом случае по одной простой причине. У этой торговой войны есть две стороны. Одна экономическая, вторая идеологическая. Идеологически, наверное, сейчас Трамп выигрывает, потому что если почитать, что пишут, о чем пишут американские газеты, создание новых рабочих мест, больше американских товаров, ну, практически это уже не произойдет. И многие аналитики подтверждают, что рост металлургии и занятости будет максимум 3000 человек. А сколько будет меньше занятых автомобильной промышленности, потому что количество автомобилей, производимых в США, будет меньше, в силу того, что металл будет дороже. И экспорт европейских автомобилей тоже может снизиться. Он может снизиться в силу того, что будут введены дополнительные меры, о которых администрация США сказала совершенно правильно. Но это будет цепочка мер, которые экономически для США совершенно не обязательно приведет к экономическому выигрышу. И рано или поздно, как это уже было в начале 2000-х, ведь такая же ситуация уже существовала, я думаю, что будет найден какой-то мир. Может быть, он будет худой, может быть, он будет временный, но это вечно будет продолжаться. Как вам кажется, сверхзадача, которую ставит перед собой администрация Дональда Трампа, она связана с работой на внутренней аудитории, то есть он выполняет свои предвыборные обещания, когда он обещал вернуть вес американской экономики, уважение американцам, производство вернуть в Соединенные Штаты. Или это все-таки намерение ослабить европейскую экономику, ослабить так вот тотально и системно? Я думаю, что, скорее всего, это чисто внутренняя американская повестка. То есть ничего личного, да, по отношению к европейцам? Дело в том, что затронут не только европейцы, затронут весь мир в разной степени. И поэтому, воюя с европейцами, Америка воюет и со многими другими странами, потому что эти меры, которые введены Трампом, они же касаются почти всех. Но европейцы считали себя практически родственниками американцев. Да, но еще большими родственниками. Растерянность Юнкера, она же всем бросается в глаза, когда он глубоко разочарован риторикой Дональда Трампа и так далее. Нет, это правда. Но еще большими родственниками, наверное, считают себя канадцы. А, это Канада и Мексика, да? Да, совершенно верно. Которые тоже пострадали от импортных пошлин. Они пострадали точно так же, хотя у них соглашение о свободной торговле и десятилетие очень тесного сотрудничества в этой сфере. Они тоже пострадали, они все одинаково, они довольны этой ситуацией. Поэтому США воюют не с Европой, США воюют практически, ну, я не могу сказать со всем миром, но с большей его частью. Не с миром, а за себя, да, скорее, за свое будущее. Россия косвенно причастна к этому американско-европейскому конфликту через проект «Северный поток-2». Совершенно очевидно, что противостояние «Северному потоку-2» связано с попытками навязать Европе свой изжиженоприродный газ, который по цене с трубопроводным газом конкурировать не может. Но в итоге этот газ, если он появится, он будет негативно влиять на европейскую промышленность, то есть сделать ее себестоимость производства дороже. Каковы перспективы этого конфликта, и как быть с тем, что в странах Евросоюза, многие члены Евросоюза противостоят этому проекту? Как здесь ВТО может поучаствовать? Здесь роль ВТО едва ли будет ключевой. По той простой причине, что мы говорим об инвестиционном проекте, инвестиции в ВТО регулируются лишь частично, и жаловаться на то, что какой-то наш проект не может быть реализован в силу регулятивных или иных причин, мы вряд ли сможем. Но здесь будут играть другие факторы. Прежде всего, совершенно естественный фактор сохранять право принятия решений, сохранять право на диверсификацию источников снабжения, поскольку газ для Европы важен, это стратегические товары, я не думаю, что Европа спит и видит оказаться в зависимости от газа из США после многолетнего взаимодействия с нашей страной, успешного взаимодействия. Каковы сильные стороны российской экономической дипломатии в этой ситуации, в этом конфликте? Как третьей стороны? Вы имеете в виду по... Газовым спорам. Это еще не спор, это скорее... По фотке давления. Борьба концепции. Да, да, борьба концепции. Борьба концепции. Наши силы заключаются в том, что наша позиция основана на наших естественных конкурентных преимуществах. Вся мировая торговая строится на том, что выигрывает тот, кто может поставить дешевле, стабильнее в тех объемах, которые нужно. Вот это то, что мы предлагаем Европе. Америка этого предложить не может. Выбор, безусловно, во многом за покупателем. Но покупатель тоже просто так деньги, ну, как правило, не тратит. Поэтому я думаю, что этот вопрос, рано или поздно, будет урегулирован правильно для нас. Как в целом на российскую экономику влияют торговые войны? Так же, как и на другие страны. Никто от торговых войн не выигрывает. Выигрыш может быть разовый. Вы можете выигрыш совершенно в конкретной войне, по конкретному товару, в конкретной ситуации. Но даже в среднесрочной перспективе всё идёт не по сценарию. Я вам приведу одну цифру. Две трети мировой торговли идёт через так называемые цепочки добавленной стоимости. Это означает, что в двух третях товаров есть другие товары. Например, в автомобиле есть сталь, а в стале есть добавленная стоимость электроэнергии и так далее и прочее. И если эти цепочки разрываются искусственно, у вас вся экономика мировая, она идёт бок мая, идёт криво. И все, кто в них участвовал, они проигрывают. Потому что конечный продукт становится уже не такой, он продаётся не по оптимальным правилам. Поэтому наши потери от торговых войн, такие же, как и в остальных, мы активные участники этих цепочек точно так же. А мы можем поучаствовать в какой-то торговой войне и с кем и против кого сейчас? И на чьей стороне сыграть? Нет, ну мы, во-первых, участвуем, к сожалению. Хотим мы, не хотим, не мы её начали, как говорится. Мы во многих войнах против нас развернуты и политические, и информационные, и экономические войны. Торговая, одна из них. Это правда. Торговая война, я имею в виду торговая война вокруг стали и алюминия. А с чего всё это началось? Мы её участники, мы крупные игроки. Мы продавали их до последнего времени в США на миллиарды стали и алюминия. Поэтому для нас это важный вопрос. Мы на стороне тех, кто и на нашей стороне, основные поставщики, у нас общие интересы. Защитить их мы можем разными способами, в том числе и через ВТО. Мы над этим сейчас активно работаем. А через ВТО вы имеете в виду путём обмена новыми исками? Мы не исключаем это уже США попали под судебные преследования отдельных стран. Мы вполне возможно, мы сейчас изучаем этот вопрос, вполне возможно, мы тоже будем думать над тем, чтобы привлечь США к суду ВТО. По поводу пошлин. По поводу пошлин. Стали и алюминия. Стали и алюминия. Такой иск уже подала Мексика, если я не ошибаюсь. И Мексико-Европейский союз. И Европейский союз. Какова в целом статистика судебной практики ВТО между Россией и другими участниками? Есть иски со стороны России по третьему энергопакету Евросоюза, в частности, были. Есть иски со стороны Евросоюза. Что можно сказать о процентном соотношении наших побед и поражений? Вы знаете, я предложил бы к этому вопросу вернуться через полгода. Да? Почему? Потому что история развивалась таким образом, что сначала мы стали мишенью исков. Мы действительно некоторые споры проиграли, хотя не полностью, но, в общем, они закончились тем, что мы должны были приводить наши регулятивные меры в соответствии с решениями суда. Но сейчас... Попошлина на холодильнике, если я не ошибаюсь. Ну, там не только были холодильники, там были и другие товары. Сейчас вот мы недавно по свинине, по тем мерам, которые были приняты в связи с африканской чумой свиней. Но сейчас на подходе решения по тем спорам, где мы были истцами, это третий энергопакет, это наш иск к Украине по антидемиковой практике в отношении российских товаров. Ряд других, я думаю, что когда будет... Но споры рассматриваются достаточно долго, и тем не менее, по тому, как идет рассмотрение и обсуждение этих исков, вы можете уверенно сказать, что ВТО это экономическая организация, лишенная какого-то политического влияния? Политика есть везде, и ВТО она, безусловно, существует. Но те решения, которые принимает орган предрешения у споров, то, что мы видим, а мы читаем эти решения, мы видим аргументы и логику арбитров, все-таки в подавляющем большинстве случаев они профессионально нейтральны. Возвращаясь к активной позиции Соединенных Штатов по отношению к другим странам, кто им сегодня реально противостоит? Евросоюз, Китай? И могут ли они объединиться, например, Евросоюз и Китай, для того, чтобы защищать свои интересы от Соединенных Штатов? На днях была встреча министров кучевых стран ВТО в Париже, и, естественно, можно обсуждать ситуацию в организации, США там были одни. И, скажем по-другому, 29 министров, которые там выступали, так или иначе выражали свое недовольство той политикой, которую проводят Соединенные Штаты в мировой торговле. Мы сейчас не говорим о союзах, что эти страны станут союзниками, немедленно вырубят единую позицию, но уже сам факт того, что они исходят из тех же предпосылок, из тех же ценностей, он означает, что правда на стороне в данном случае большинства. Вы достаточно долго работали и руководили группой, которая работала над вступлением России в ВТО. Это не напрасные труды, на Ваш взгляд? Я думаю, что абсолютно нет, потому что мы видим позитив. Он не немедленный. Он приходил к нам в течение последних лет и будет приходить совершенно очевидно еще. И в его основе этого позитива это стабильность системы, ее транспарентность. Мы очень сильно зависим от мировых рынков, намного больше, чем большинство других стран мира. И нам важны единые правила игры. Вот эти правила мы имеем, мы играем тоже по этим правилам, и я считаю, что это очень большой пользы для экономики. Россия в ВТО с 2012 года. В какие отрасли, скажем так, получили, стали выгодоприобретателями от вступления в ВТО? Это хитрый вопрос. Я вам могу сказать, что мы не нашли отраслей, которые от ВТО проиграли. Несмотря на то, что было очень много критики этого процесса, и в том числе и после присоединения, все приспособились, и более того, многие извлекают намного больше дивидендов, чем они об этом думали, возьмем сельское хозяйство. Мы могли с вами представить 20 лет назад, что сельское хозяйство в России будет таким, какое оно и сейчас, оно будет лидировать. А при чем здесь ВТО? А почему это произошло? Когда это произошло? Это произошло тогда, когда мы присоединились к ВТО. Это произошло, когда начались санкции против России, и российское сельское хозяйство вынуждено было вставать на ноги, чтобы кормить страну? Нет, это произошло задолго до этого. Ну да, еще до этого был национальный проект сельское хозяйство, который позволил создавать инфраструктуру. Был национальный проект, но были тяжелые переговоры по ВТО, где нас заставляли снижать пошлины, мы с этим сопротивлялись. Но была очень большая работа в Министерстве сельского хозяйства, прежде всего, по переосмыслению, а как мы должны помогать развитию сельскохозяйственного комплекса в России. Эта система была полностью изменена. Ее философия была изменена, и она дала тот эффект, который мы сейчас имеем, заходя в любой магазин. Она стала рыночной. Но те меры поддержки, которые предусмотрены, разрешены Всемирной торговой организацией, они нами, насколько я помню, далеко не использованы. Ни по суммам, ни по опциям. Да, совершенно верно. И это как раз... Нам разрешено поддерживать сельское хозяйство гораздо больше, чем мы можем себе позволить в рамках нашей экономики. Мы можем в 2018 году потратить около 5 миллиардов на поддержку сельского хозяйства методами, которые считаются нарушающими конкуренцию. Реально мы потратим 1,8 часть этой суммы. Потому что мы научились жить просто по-другому и считаем, что это другое, оно более эффективное. От этого выиграют все, от этого выиграют и предприятия, от этого выиграют и бюджеты. Как на ваш взгляд, какие еще отрасли необходимо сегодня поддержать? И если Соединенные Штаты открыто говорят о протекционизме, о его необходимости, не означает ли это, что нам нужно внимательнее посмотреть и на свои возможности по поддержке экономики? Мы ведь имеем намного больше и лучший опыт протекционизма, чем США. Мы занимались протекционизмом в течение десятилетий. И мы совершенно сознательно решили, что протекционизм это не всегда хорошо. А, не всегда хорошо? Конечно. А может быть сейчас надо поменять свою позицию, если весь мир ее меняет? Как поможет? По-моему, мы уже зашли слишком далеко для того, чтобы возвращаться обратно. Потому что давайте посмотрим, что произойдет США. Давайте посмотрим, сможет ли США реализовать ту задачу, которую ставит Трамп. Опора на собственные силы и только американская. Я думаю, что это будет очень удивительный результат той реформы, которую он затеял. Это вряд ли произойдет по объективным причинам. Уже мир стал просто другим. Для нас эта наблюдательная позиция не несет рисков? Наблюдательная в том смысле. Наблюдательная позиция, когда мы говорим, давайте посмотрим, что с ними произойдет. Не будем активно присоединяться. К протекционизму? Вы знаете, мы тоже не максимально либералисты. У нас есть резервы. Заключительный вопрос. Как вы считаете, ваш прогноз, торговые войны это надолго? И можно сказать, что это новая парадигма развития мировой экономики? Ничего нового в этом нет. Они идут, вспыхивают постоянно. Просто их интенсивность разная. Их объем разный. Это временная история. И если мы в ближайшее время столкнемся с началом нового экономического спада, а есть серьезные признаки, что это будет происходить, вы увидите, как эти войны будут прекращаться, и страны снова будут думать над тем, а как бы нам все-таки сделать международную торговую свободу. Самый последний вопрос. Если мы не теряем из виду наших партнеров, то каковы перспективы, опять же, к тому, как важно выступить, на правильной стороне сыграть. Наши отношения с Китаем. Каковы перспективы новых сделок и новых соглашений? И ценят ли китайские партнеры, скажем так, нашу лояльность и нашу последовательность в поддержке? Наша торговая политика, наша, я имею в виду и российская, и китайская, они во многом близки. Они основаны во многом на тех же ценностях. Мы сейчас работаем с нашими коллегами над многими проектами в сфере торговой политики. Один из них – это соглашение о евразийском экономическом партнерстве. Ничего похожего раньше мы с Китаем не делали, да и с другими странами тоже. В ближайшие дни будет заявлено о завершении подготовительной работы и, возможно, о том, что мы в ближайшее время начнем переговоры по этому соглашению. Это будет интересная работа и интересный результат, который может привести к интеграции наших экономик, поэтапной интеграции в тех секторах, где мы можем это делать, где это даст действительно эффект, кумулятивный эффект, главного образа в сфере услуг, криптоваловложений, регулятивные среды связаны с этим. Посмотрим, что зато выйдет, но мы инвестируем в этот процесс достаточно много и думаем, что он для нас будет выгоден. Я желаю вам успехов, большое спасибо. Спасибо.